В этом видео разберем три народных способа отличить этанол от метанола. Первый способ это поджечь. Судя по легенде, этанол горит синим, а метанол зелёным. Сейчас проверим. Здесь мы подожгли этанол и видим, что он горит синим с небольшими вкраплениями жёлтого. Продолжение следует... Сейчас нальём метанола на крышечку и подожгём её. Видно, что он горит таким же синим пламенем, только без жёлтых отливов. Метанол чище и горит обычным цветом, каким должен гореть. Синим цветом. Субтитры создавал DimaTorzok Возможно, в легенде имеется в виду, что зелёным цветом должна гореть смесь этанола и метанола. Смешаем один к одному этанол с метанолом и тоже подожгём его. Видно, что горит таким же синим пламенем и смесь. Просто иногда прилетают жёлтые искорки. Ну и для примера подожгём домашний самогон. Наливаем домашний самогон. Так, и поджигаем его. Горит он не сразу, потому что там спирта меньше, но он загорается тем же самым синим пламенем, еле-еле видным на экране. Следующая легенда, что в метаноле картошка изменит цвет на розовый, а в этаноле не изменит. Берём две колбы. В одну наливаем метанол. Наливаем метанол. В другую наливаем этанол. Так, дольём метанол, чтобы было одинаковое количество и в том и в том флаконе, в той и в той баночке. Дальше нарежем картошку мелкими кубиками. Ну, я сделал по два кубика в каждый, небольших размеров. Кидаем картошку в кубики, кидаем кубик картошки в каждый из флаконов. Через полчаса никакого изменения цвета у картошки не произошло. Через час тоже, только немножко помутнел сам раствор, сам раствор метанола и этанола. Они, видимо, что-то растворили из картошки. Скорее всего, крахмал. Вытащим картошку и посмотрим на неё без жидкости. Как видно, разницы на суть нет никакой, либо её не видно на суть нет никакой, либо её не видно на суть. Ну, дальше можно поджечь картошку. Следующий способ. Это попробовать растворить в метаноле и в этаноле медный купорос. Возьмём этанол. И насыпем в него немножко медного купороса. Попробуем размешать. Ну, видно, что медный купорос не растворяется в этаноле, в этаноле, в этаноле спирте. Он не даёт ни цвета, ничего. Теперь то же самое сделаем с метиловым спиртом. Заливаем метиловый спирт. И сыпем купороса. Далее также пытаемся размешать. И на первый взгляд, на первый взгляд, он тоже не растворяется в метиловом спирте. Но если приглядеться, то спирт немножко окрашивается в синий цвет. То есть он немного всё-таки растворяется в нём. Если сильно вот так мешать, видно на кончике это не отражение столика. Это раствор купороса в спирте. И вот если поджечь уже этот раствор, он даст зелёный цвет пламени. По мере уменьшения концентрации метилового спирта будет больше проявляться количество медных ионов. Они будут сгорать и давать зелёные вспышки. Но такой способ не подойдёт для определения метанола в алкогольных напитках, так как там есть вода и купорос также растворится в воде. Не доверяйте народным методам поиска метанола в спирте.